Да. Спасибо. 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 Все, супер. Ну, ладно. Тогда мы начнем. На самом-то деле тема звучит «Контейнеры», «Хаос», «Докеры» и «Кубернетис». мы так сокращенно все это пробежимся. Сразу скажу, очень глубоко технически углубляться, разжевывать, как работает изнутри кубернетис я не стану. В течение дня с людьми, с которыми я разговаривал, оказалось, что в принципе даже изначального понимания, что такое кубернетис и как он работает у людей нет. Поэтому в целом мы пройдемся просто по каким-то бейзосновам. И просто, точнее в данном случае я расскажу, как и что это работает хотя бы на каком-то поверхностном левеле. Отлично, я нашел, как кнопочки работают. Первый вопрос. Кто-то вообще, ну точнее кто, понимает и знает, что такое кубернетис и работал, хотя бы сталкивался с ним? Окей. Я обещал своим, что те люди, которые поднимут руки, я попрошу их выйти, потому что тема не для вас. Но я шучу. Это сюда надо тыкать, да? Да, да. То есть это как раз. Я надеялся, что людей на самом деле будет больше, а оказалось их всего пара человек. Поэтому, если что, ребята, вы будете просто мне подсказывать и помогать. Тема действительно как бы достаточно сложная. И вопросы можно потом там задать. А если обо мне, то меня зовут Алекс, Леша. Ну как удобнее. Работаю я в Адиаксе, как это уже в принципе было видно. В Друпале, может быть, пару лет. Ну, в принципе, я давно пришел к выводу, что срок твоего стажа не всегда имеет какую-то очень весомую значимость. Поэтому сколько лет я в IT, это в данном случае не имеет значения. Сегодня являюсь просто друппл-девелопером, скромненько, как многие из нас. Начнем. Я вот не могу, не знаю, вообще читаемо, не читаемо? Читаемо? Отлично. Потому что для меня оно не читаемо. Начнем мы просто с того, что такое докер. И опять же снова будет вопрос, кто локально в принципе или в компании использует докер на базе основах? Уже интереснее. Уже интереснее. Тогда мы быстренько пробежимся, что нам, что в принципе нам принес, привнес, скажем так, докер, что нам позволяет делать. Во-первых, он действительно упрощает continuous delivery. Ну, вот под самое, под самое не могу. Привносит нам какой-то дополнительный security, потому что наши, опять же, имиджи, они закрыты. Если наши регистры, то там все красивенько, и никто никак туда не подточит нос. Дополнительно мы можем запускать в контейнерах абсолютно любой стэк, который мы только хотим. То есть не имеет значения, над каким проектом мы сегодня работаем. Будет это друпальный проект, будет это, я не знаю, джесный проект, будет это джавый проект или бетона. Нам все равно мы просто рядышком поднимаем контейнеры с тем стэком, который нам необходим, и все это красиво быстро поднимается и работает. И чуть-чуть. Ну, опять же, очень много рук по докерам, и мы не будем очень долго зацикливаться на этом моменте. В целом, давайте в целом о Kubernetes и попробуем так степ-бай-степ пройтись по нему. В первую очередь, что такое Kubernetes? Это open-source система, разработанная Google, которая позволяет, предоставляет вам, точнее, автоматический deployment, scaling и контроль над всеми вашими контейнерами. С учетом того, что у вас аппликейшены, опять же, это имиджи, которые развернуты в контейнеры. То есть это не просто мы взяли PHP и вылили, то есть мы, опять же, говорим, что это обязательная связка. То есть, по сути, Kubernetes – это лейер, давайте скажем так, над непосредственно докером. Что же он нам предоставляет из коробки? Uptime вашего изначального конечного, точнее, аппликейшена. То есть он всегда будет контролировать и проверять health всех ваших контейнеров. Он всегда будет рассматривать, смотреть, какие из ваших контейнеров живы, какие из них не отвечают. И в случае чего те аппликейшены, точнее, те контейнеры, которые не отвечают, он просто будет их убивать и поднимать вам заново. Соответственно, в конечном итоге вы получаете действительно очень высокий uptime. И, в принципе, у вас никогда нет проблем с тем, что ваш production или там… Ну, в принципе, обычно production упал и не отвечает. Следующим пунктом – это момент того, что Kubernetes будет лучшим образом использовать вашу серверную инфраструктуру с учетом того, что вам даже, в принципе… Ну, мы вернемся к этому вопросу, но забегая вперед, вам, в принципе, не надо будет думать, что конкретно у вас находится на сервере. То есть Kubernetes изначально будет получать и будет знать обо всей вашей инфраструктуре. Что ж вас так много-то? Будет получать и будет знать об всей вашей инфраструктуре. И, соответственно, он на своем левеле сам будет решать, в какой момент добавлять какие-то ресурсы. Или, соответственно, наоборот, отключать ввиду того, что как бы ваш аппликейшен сегодня, ну, то есть в данном моменте вообще ничего не потребляет и ничего не требует. Ну, здесь еще как бы одним из пунктов написано, что easy – легкий контроль над деплоем вашего приложения. Но мы потом это все как бы рассмотрим, как это все реализовывается. И почему я сказал, что тем людям, которые, в принципе, знают, что такое Kubernetes и работали с ним, не будет интересно, потому что хотелось бы для начала вот вкратце, точнее, уже не вкратце, а более детально пройтись по основным цепям, будет правильно сказано, не цепям, звеньям, да, звеньям Kubernetes. в первую очередь, самый основной элемент Kubernetes – это под, так называемый. Под – это, по сути, это один ваш контейнер. Вы, грубо говоря, подняли один контейнер, это равен одному поду. Есть случаи, есть практика, очень частная, скажем так, практика, когда под может содержать два и более контейнера. Но в большинстве, в 98-99% случаях, у вас всегда под будет содержать в себе всего лишь один контейнер. Тут, в принципе, пример. Я могу и так показать. Пример, как, в принципе, описывается YAML объявление самого пода. То есть, все, что здесь описано, это просто name пода и, соответственно, имидж, ну, то есть registry и непосредственно имидж, который будет поднят в самом контейнере. И, в принципе, как бы все. Уже Kubernetes, зная, что у него есть поды, он самостоятельно может проверять performance, точнее проверять нагрузку на application и, основываясь на это, принимать решение поднимать дополнительные инстансы вашего application, который находится в данном случае, как под, это Drupal, да, Drupal application, поднят в одном контейнере и это является нашим одному поду, то Kubernetes сам, основываясь на health check, который мы будем прогонять постоянно, будет смотреть, стоит ли нам добавлять новые контейнеры, поднимать для того, чтобы снять нагрузку на application или не надо. То есть, в случае, если у нас повышается нагрузка на app, мы просто добавляем дополнительные инстансы нашего application, что снимает, в принципе, нагрузку с сервера, ну, расправеивает ее. В случае, когда нагрузка падает, мы сначала, соответственно, убиваем наши контейнеры, дабы они просто нам не поедали наши ресурсы. Бессмысленно просто поедание ресурсов. Так, System Performance, Monitoring и Deployments. Что еще, да, стоит сказать по поводу подовки кубернетиса, это тот самый Blue Green Deployment и Rolling Deployments, то есть rollback в случае необходимости. Касательно Blue Green Deployment, кубернетис, в случае диплоймента нового аппликейшена, он будет параллельно, он параллельно поднимет контейнеры с новым аппликейшеном рядышком. И после того, как он, только после того, как он их поднимет, он их проверит тем же самым health check, убедится, что да, действительно, они подняты, да, действительно, они отвечают, и да, действительно, они готовы к работе. Он лоуд, балансер переключает на ваш новый аппликейшен, на ваш новый контейнер, а старый он убивает. То есть у вас получается постоянный апп, то есть у вас нет пробелов, где в какой-то момент у вас аппликейшен не отвечает, или у вас дипло, или у вас еще что-нибудь. То же самое происходит с rolling. То есть он в случае rollingback, он также вам поднимет предыдущий контейнер, он проверит, что на его, его на health увидится, что да, действительно, он работает, и только после этого он убивает уже тот, который работает сейчас. На этом степе есть вопросы? А, мы идем дальше. Ну, окей, я отвечу. База данных, есть несколько решений по поводу баз данных. Или ты их поднимаешь самостоятельно в отдельном сервисе, почему я не хотел говорить, это будет отдельный сервис, ты их можешь поднимать из своих имиджей, держать их у себя локально, но имеется в виду на серверах в контейнерах. Опять же, настраивать репликейшены между, ну, допустим, поднимать или две ноды с базами, и просто репликейшен между ними гонять. Или же часто используется в клауд-системах, Google, AWS, IBM, используется подключение внешних MySQL баз. То есть, по факту, подключить внешний MySQL, ну, внешний SQL, скажем так, будет так же просто, то есть через сервис, и тебе больше ничего не надо будет там прокидывать по самому аппликейшену. А на стороне самого сервиса уже будет увеличиваться или сниматься нагрузка на самом. То есть, здесь в зависимости от того, где это хостится, то есть, если это хостится, допустим, где-то на локальных серверах, то есть, ну, клиент захотел, давайте мы поднимем у себя, а давайте. То есть, мы нашли толкового девопса, мы нашли толкового админа, соответственно, скорее всего, на 90%, это будет поднято, SQL будет поднят локально на этом же сервере. Скорее всего, в отдельной же ноде будет это все сделано. А если же это клауд-решение, вас зафорсят и вас заставят использовать Cloud Solution, типа Compose.io, к примеру. Там, как вы хотите, не хотите, вам придется использовать внешние SQL. Что такое под, в принципе, в целом, понятно? Кому нет? О, вот надо было раньше приходить. Подойди ко мне потом, я тебе еще раз объясню. Как же это все собирается? Потому что у нас, в принципе, может быть под с нашим аппликейшеном, но у нас есть еще дополнительные какие-то сервисы. Мы используем Redis, мы используем Mapcache, мы используем Varnish, мы используем, я не знаю, там, ноду, к примеру, для каких-то определенных аппов. Соответственно, однотипные, скажем так, поды, то есть однотипные контейнеры, или тут наш самый под, он оборачивается в лейер, так скажем, сервисом. Сервис, внутри сервиса уже и будет приниматься решение увеличивать количество контейнеров в случае нагрузки или уменьшать в случае того, когда грузка будет уменьшаться. Но это, скажем так, единая единица. То есть сначала по левелу идет, самый низший левел идет под, над подом идет сервис, как лейер. Ну, и объявляется он, ну, как бы, очень даже просто. Ну, в принципе, да. Что мы, в принципе, можем, что, в принципе, делает сервис. В первую очередь, я, в принципе, поменял бы скейлинг и сервис. Ну, да, Discovery, сервис Discovery, это, в принципе, описание того, что находится непосредственно внутри нашего сервиса. Внутри нашего сервиса происходит скейлинг, то есть, опять же, то, что я говорил, что увеличим и уменьшаем количество наших контейнеров, чтобы разгрузить немножко application. И, соответственно, опять же, сервисы между собой, или, опять же, сервис отвечает, если мы говорим про один сервис, то он отвечает за load balancing, куда уходят реквесты по нашим контейнерам, то есть, это все будет сделано и делается на уровне самого сервиса, какой будет получать, какие количество реквестов. Вот, и, соответственно, также сервисы между собой могут общаться и, скажем так, общаться. Точка. Идем дальше. Мы дойдем до более-не менее описанных примеров, именно связанных под Rupal сделанных. То есть, мы немножко попробуем это все описать, попробуем это все разобрать. То, что я изначально говорил вам, что, в принципе, в случае, когда у вас есть… Ну, нам действительно все равно нужно понимать и знать, какая инфраструктура у нас находится на сервере. В большинстве случаев, как бы, с учетом Kubernetes, обычному Dev или там того же DevOps перестает быть необходимо понимание того, какое количество ядер у нас или какое количество у нас оперативной памяти или чего-либо там еще, потому что Kubernetes в данном случае будет понимать, знать это все самостоятельно на момент инсталляции, то есть он получает все эти данные. И, соответственно, сам будет принимать решение о том, какое количество ресурсов, серверных ресурсов он использует, точнее, ему использует в тот или иной момент времени. В случае, в зависимости от того, насколько загружена или не загружена ваша аппликейшн, надо, не надо вам поднимать. На данном… Вот конкретно на данный момент я бы заакцентировал внимание, что Kubernetes не панацея для каждого второго или первого проекта. Вам действительно нужно понимать, для чего вам нужен Kubernetes и нужен ли он вам вообще. действительно проще и быстрее иногда просто ручками поднять, настроить инфраструктуру и не париться. Kubernetes в данном случае вам будет необходим при очень больших нагрузках, когда у вас действительно высокие трафики, когда у вас действительно какие-то внутренние процессы внутри самого аппликейшна, тяжелые, и вам нужно это все распоролировать. Тяжелые импорты, тяжелые синхронизации, когда вы не можете постоянно сидеть и мониторить, что происходит с сервером. В данном случае тогда Kubernetes будет решение. Но если у вас, грубо говоря, одностраничный сайтик, Kubernetes вам действительно там вообще абсолютно не нужен, он бессмысленный. Examples. Ну, базисный, опять же. И здесь есть кнопочка. Деплоймент ресурс, скажем так, в данном случае будет отвечать, точнее, отвечать, да, ну, в принципе, да, он будет отвечать за связь подов между rollout, rollout, да, системой и репликейшными системами. Деплоймент просто, по сути, будет поднимать вам инстанс с подом, в котором, в принципе, будем, в принципе, и описываем контейнер. Это, соответственно, тот самый наш под. Ну, и, соответственно, внутри описываем непосредственно контейнер name, ну, точнее, под name в данном случае, и непосредственно имидж, который будет использоваться при поднятии самого контейнера. И на уровне деплоймента, после того, как мы описали деплоймент, мы можем уже начинать настраивать наш тот самый autoscaling, который, в принципе, основная, скажем так, одна из основных изюминок, для чего и почему стоило бы использовать Google Analytics. И описывается он просто достаточно, ну, описывается он просто. Это все те же самые YAML файлы, но на случай autoscaling YAML будет говорить о том, что это у нас будет горизонтальный autoscaling, то есть это будет внутри самого сервиса горизонтально будет увеличиться количество контейнеров. И реагировать он будет в данном случае на CPU usage. То есть, когда количество, когда нагрузка на процессор увеличится или дойдет до 50%, он начнет поднимать количество реплик, реплика это просто еще одна копия вашего контейнера, то есть того самого кода. В данном случае он изначально поднимет на момент деплоя аппликейшнера он поднимет сразу два контейнера. То есть у вас уже будет два инстанса вашего аппликейшнера. Когда нагрузка на процессор будет доходить до 50%, он будет поэтапно подключать по одному. Пока не добьется того, чтобы нагрузка упала. и максимально сколько он будет поднимать, опять же, максимальное количество инстансов вашего аппликейшнера мы также указываем. То есть в данном случае он будет изначально поднимать два, а потом будет по одному поднимать до 10. То есть он максимум сможет вам поднять 10. 10. Вот вопрос. Я поэтому до этого момента сразу сказал, что для обычных легких проектов это бессмысленно. Это имеет смысл, сейчас, Сереж, это имеет смысл, когда действительно нагрузка на аппликейшн очень высокая. Он убьет. То есть как только нагрузка упадет, он убьет их, опять же, он в обратную сторону начнет их убивать. Он не поднимает вес, он не поднимает, он не собирает имидж с нуля. Он просто поднимает себе контейнер, с готовым. То есть он делает копию уже существующего. То есть у тебя уже запущены, грубо говоря, в данном случае два контейнера с твоим друпалом, допустим. Увеличилась нагрузка, он поднимает копию. То есть почему называется реплика, то есть он по сути он не переподнимает, он копирует то же самое аппликейшн. Еще один контейнер. Все, то есть он с нуля не собирает имидж там, он не прокидывает там все порты и все. Он просто поднимает еще один точно такой же контейнер. И на уровне сервиса лотбрансером он просто раскидывает уже нагрузку на большее количество вашего аппликейшн. Когда нагрузка упала с 300 до 50, он в обратную сторону начнет убивать их. То есть он поймет, что нагрузка упала, нет смысла держать такое количество контейнеров, он начнет их убивать до минимума, который ему позволено убить. То есть в данном случае минимум будет два. Это как ты настроишь health check. То есть health check настраивается отдельно и уже в health check ты можешь прописать с какой периодичностью проверять и как проверять. 50% нагрузки на CPU. Который доступен в данном случае грубо скажем VM. То есть если мы выделяем из 8, 4, грубо говоря, утрированно 4 процессора под наш VM, в котором у нас непосредственно крутится тот же самый кибернетис, то есть он, исходя из того, что ему доступно, он будет смотреть. То есть из доступных мне, допустим, 4, я съел там 3. Ну, утрированно, да, такие цифры. Я съел 3. Соответственно, как бы я понимаю, что это слишком много. Мне надо с этим что-то делать для того, чтобы уменьшить нагрузку на тот же самый мне позволенные рамки. И он начнет поднимать эти самые рептики. Рядышко. Внутри сервиса. То есть да, если мы вернемся сюда, да, можно, в принципе, и сюда. Вот. То есть мы получили нагрузку, у нас их сейчас, допустим, 3, а потом станет 4, а потом их станет 5. Опять же, этих зеленых. То есть мы понимаем, что у нас нагрузка идет на PHP в данном случае, да, и он съедает, этот сервис съедает максимальное количество, то есть наибольшее количество ресурсов съедает этот сервис. Соответственно, этот сервис он будет пытаться скелить. Говори. Что еще раз? By default работает только с подами. И, насколько я знаю, AWS и Google Cloud сейчас, по меньшей мере, они работали над скейлингом нод, но я не уверен, что они сейчас выкатили это в продакшн. Ну, то есть можно ли это использовать. Но, допустим, на два месяца назад автоскейлинг нод не был возможен, то есть не был доступен ни одним, в принципе, хостером, который предоставляет эти услуги. Мы говорим AWS, я говорю на самом деле, AWS, Google Cloud, IBM Cloud. Мы не говорим про машину, мы говорим про ноду внутри кубернетиса, то есть по левелу? Не совсем. Да, не совсем. Мое понимание, что в данном случае в рамках кубернетиса не совсем, и если что, можете меня подправить. То есть в рамках кубернетиса грубо говоря, у тебя замкнута VM-машина в данном случае, в которой есть, опять же, своя какая-то иерархия. И в данном случае иерархия выглядит следующим древом. Под, сервис, классер нода. Верно? Верно. Это внутри, внутри самого кубернетиса. То есть то, что ты можешь ноды поднять на самом сервере, это да, но внутри доступного, то есть доступного понимания твоего кубернетиса будет немножко другая иерархия. Если кто-то против, можете поправить меня. Я не... Ты имеешь в виду конкретно по поводу подов? За счет того, что у тебя обычно в случае Drupal, Drupal начинает вешаться. В каких случаях? Когда у тебя холодный кэш, у тебя очень высокий трафик, когда у тебя тяжелые крон жобы или когда у тебя жесткие импорты, которые дергают постоянно. Ну, симки импорты не имеют значения. То есть тяжелые какие-то процессы, которые дергают и съедают постоянно PHP. То есть они его перегружают. Соответственно, ты... И при этом аппликейшн начинает тормозить и подать больше ресурсов. Для того, чтобы это уменьшить, ты, получается, грубо говоря, распараллеливаешь процессы на уровне самой инфраструктуры. То есть у тебя, грубо говоря, в одном контейнере будут происходить одни процессы, в другом контейнере будут происходить немножко другие процессы. За счет этого нагрузка на сам PHP и как результат на сам CPU будет чуть уменьшаться. Да, да. Что, еще раз? Да, да. Мы не дошли. Мы не дошли. Но, отвечая на вопрос, кубернетис, когда прописывается балансер вот здесь вот, в тайпе, в сервисе, ты можешь прописать, какой конкретно балансер использовать. Ты можешь ему заставить его использовать внутренний балансер кубернетиса или любой экстернал балансер, который доступен в самой инфраструктуре. К примеру, на AWS и тоже APD. Да. Уже, да. Изначально, да. Изначально он работал, ну, еще на момент, когда писалось и эта презентажка, он работал только с внутренним кубернетис, ну, со своим собственным балансером. Потом тот же самый AWS и Google Cloud, они начали, ну, они, опять же, open source. Да. То есть они развили и сейчас он поддерживает, то есть он работает с любым. А это абстракция. Это абстракция. Новый еще? Не буду брать. То есть не могу ответить. Да, то есть он только управляет тем, что ему доступно. Да. 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 Это же получается на уровне AWS, это не на уровне губернетиса происходит. То есть ты на левеле самой инфраструктуре AWS, ты уже его расширяешь. То есть ты уже создаешь его. Но не в... То есть это имеется в виду машины с отдельными инстинансами кубернетиса или это несколько машин, которые контролируют один, скажем так, лейер губернетиса. Вот в чем вопрос. То есть если это не разное, это разное. А если, как бы, грубо, несколько разных машин и один губернетис, то есть... еще вопросов, пока мы не топаем дальше. Да, но я для того, чтобы разжевывать, то есть не забывалось, а чтобы вот на сразу какая-то новая информация, разжевали и пошли дальше. То есть чтобы было дальше понимание, как оно связывается между собой. То есть без понимания того, что такое POD, нельзя понять, что такое сервис, и нельзя понять, каким образом вообще сервисы общаются между собой или как они общаются с теми же самыми PODами и понимают, что такое, в принципе, POD. Да. Раз на этой картинке, часто у меня порос был холивар на тему того, каким образом поднимать Drupal Application в Kubernetes. Рассматриваться, на самом деле, есть два варианта, но, конечно, один более правильно, другой не более, не менее правильный. Идея заключалась в том, чтобы поднимать контейнер с PHP и Drupal в одном сервисе, а в другом сервисе рядышком поднимать отдельно Apache Nginx. Не имеет значения, что это то или другое. Почему? Нагрузка обычно, что больше съедает ресурсов, PHP съедает ресурсов. Тогда, как в свое время Nginx или там тот же самый Apache, он ест, но очень мало. И, в принципе, есть рабочий даже вариант, как это сделать. То есть, в принципе, модель работает. Но уперлись в то, что специфику самого Drupal ввиду того, что некоторые пути к файлу, там картинки внутренние в коре, я не знаю, там CSS-ники, JS-ники и еще что-то, да, оно relative пассами, и получается, у Nginx все равно нужно иметь кодсорс внутри себя. То есть, получается, что тебе нужно будет отдельно PHP с Drupal поднять и отдельно Nginx с Drupal поднять, что не имеет смысла абсолютно никакого. Поэтому, как бы, в принципе, практика такая, что поднимать Drupal полностью весь стэк внутри самого, одному всего лишь имиджа. То есть, это PHP, Nginx и непосредственно application. Я боюсь, что мы не успеем добежать. Автоскелинг понятно? Супер. Сервис, в принципе, мы так, грубо говоря, там бегло разговаривали по поводу сервиса. Я сейчас очень быстро, потому что там 9 минут осталось. По поводу сервисов мы поговорили. То есть, мы отдельно сервисами поднимаем необходимые нам вещи. То есть, в отдельными сервисами мы можем поднять, ну, отдельным сервисом будет работать same application, отдельным сервисом будет работать какой-то cache layer, допустим, неважно, и отдельным сервисом какие-то дополнительные плюшки, типа ноды или еще чего-то, что нам необходимо для работы. Если нам это необходимо. Если нет, то как бы нет. И опять же, в момент поднятия сервиса мы прописываем ему, каким балансером ему пользоваться. То есть, на самом левеле сервиса. Ну, и соответственно, то, что ты мне спрашивала и то, что мы говорили, что можно подключить любой external сервис тоже таким же образом. То есть, он поднимает внутри кубернетиса layer сервиса, ресурс сервиса, как ресурс. И при этом внутри себя он будет знать, куда ему случаться, то есть, какой хост, конкретно, какие credentials ему будет необходимо для external сервиса. и по факту, я перескочу, о, идеально. Идеально? Идеально. Ну, почти идеально. То есть, нам, в принципе, никогда не нужно будет внутри Drupal, в самом Drupal, в сетях SPHP прописывать, а какой у нас хост. Нам не нужно будет знать, какое количество у нас IP-шников, как у нас прописано, и что у нас работает в рамках DNS, и что вообще у нас происходит внутри самой инфраструктуры. Нам это не нужно будет знать абсолютно, ну, как, допустим, рядовому деву, то есть, ему понятен, не надо будет иметь, как оно работает. Достаточно будет просто прописывать название самого сервиса, где у нас? Hostname, 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 вот он, hostname, вот он наш сервис. Это имя сервиса, которое мы описали здесь. Вот он наш имя сервиса. То есть, мы поднимаем сервис с каким-то именем, и мы просто Drupal говорим, что вот с этим сервисом тебе нужно будет работать. На уровне самого кубернетиса, на уровне самих сервисов будут открыты необходимые порты, и просто будут покинуты данные, которые необходимы для синхронизации. То есть, по сути, мы не задумываемся о том, как они будут работать. И это плюс, который кубернетис превозносит. То есть, вам не надо задумываться о глобальной архитектуре и абстракции, как оно будет работать. Вы просто знаете, что сервисы между собой общаются просто по имени. Там, Вася, дай мне там то-то, или Оля, дай мне там другое-то, и этого будет достаточно. И оно, как бы, будет так работать. И оно работает. Воломы, воломы, у нас сколько там времени? 8 минут еще? О, я еще, я могу тогда темс хоть снижу, сейчас я темс снижу. С воломами, кубернетис. Плюшка, которая мне очень безумно нравится в Docker Compose, которая недоступна была по меньшей мере до недавних пор, в принципе, кажется, сейчас тоже недоступна в кубернетисе, это подключать, то есть поднимать отдельный контейнер и подключать его как волом. Кубернетис этого вам позволить, не позволить сделать. То есть, есть два решения. Или вы подключаете, ну, мы говорим про файл, про файл storage, где нам, в принципе, хранить наши файлы, если, по сути, наш Drupal это контейнер, который сегодня живет, сейчас живет, а завтра его нет. И что нам делать с нашим файлом? Соответственно, или поднимается отдельно так называемый персистволум в рамках самого кубернетиса. То есть, это, по сути, пускай это будет МФЦ. по факту работает оно, в принципе, оно работает. В принципе, оно работает неплохо. Задается вопрос, а как нам туда загонять файлы? А туда файлы вы просто вручную копируете, и у вас другого выбора не будет. Соответственно, когда контейнер с аппликейшеном убивается, у вас ваш персистволум, он все равно он отдельным, как бы получается, отдельным инстансом висит. в самой абстракции кубернетиса. Когда поднимается новый контейнер, подключается старый валум, и у вас все в файлу доступно. В принципе, чаще встречал и встречаю S3 салютшен. То есть, вы просто используете какой-то cloud storage, и вы просто подключаете внешний cloud storage, благо Drupal позволяет идеально с этим всем работать. В принципе, гонял и IBM-овский, и амазоновский S3 без вопросов. то есть, в принципе, любой storage S3 спокойно работает. Есть идеальные модули, которые все это делают, включая агрегированный CSS-ник жестника. То есть, там с ним тоже танцы с бубном, но с этим тоже все решается, все это прекрасно работает. Нет проблем со стилями, нет проблем с оригинальными файлами, нет проблем с CSS-никами, нет проблем с жестником. И по скорости, если это прокидывать через CDN, идеально работает. порой лучше, порой лучше, чем даже локальный storage. Ну, мы почти успели. Я думаю, что lesson learned это будет глупо, да, говорить? Ну, окей, по меньшей мере мы скажем о том, что с появлением докера, с появлением вообще всей этой темы с контейнерами, сам процесс деплоев, сам процесс контроля аппликейшенов, сам процесс контроля непосредственно конечного продукта, он упростился. Он упростился как для обычных сисадминов, как для девелоперов. В данном случае для нас, как для девелоперов, мы просто контролируем создание имиджа с нашим аппликейшеном и все. И мы всегда будем знать, что у нас, в принципе, деплои пройдет всегда идеально гладко, даже в случае, если мы что-то накосячили внутри нашего имиджа, то есть внутри нашей релиз-версии аппликейшена, и в момент ее поднятия что-то пошло не так, то мы не положим полностью наш environment. У нас просто наш контейнер, который будет проблемный, скажем так, он просто отвалится. Более того, бывают случаи, когда какая-то ошибка внутри самого контейнера происходит, внутри самого аппликейшена, через 10 минут. То есть она не сразу проявляется, не на момент поднятия, а через какой-то период времени. И соответственно ошибка проявилась, контейнер перестал отвечать, под перестал отвечать, кубернетис его убил, а на его место поднял новый. То есть даже есть случаи, когда проблема у продукта есть, но за счет того, что он всегда в аппе, ну то есть он всегда работает, ее тяжело выловить. То есть сам кубернетис убил, поднял, убил, поднял, и это облегчает и улучшает жизнь. Ну я еще вот это хотел сказать. Вот. Да, здесь. Просто на момент создания дипломата мы просто, ну как передать какие-то нам все равно необходимо передавать какие-то определенные скажем так ключи доступа или еще что-то, какие-то перемены. Просто объявляется F как DUB внутри рута и просто передается ему необходимые нам ключи и значения ключей, которые мы потом просто через get environment получаем и используем. Если это какие-то секрет кеи, есть ресурс, который внутри кубернетиса, который позволяет поднять secure YAML, так он называется, если мне память не изменяет, он работает в бэкэнде, он инициализируется только, точнее, он подключается только на момент инициализации контейнера, если там какие-то секрет ключи, он прокидывает ключи и отключается, то есть он недоступен никогда, кроме момента инициализации самого контейнера. Да, да, он, 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 получается, он есть, да, да, именно так. Вот, соответственно, он, как бы, какой-то дополнительный security. Да, у тебя мониторинг-система, то есть у тебя мониторинг-система, ты всегда видишь время работы каждого пода и их количество на текущий момент, время их работы каждого из них, когда они инициализируются, сколько они проработают. То есть ты понимаешь, что ты сдеплоил вчера и у тебя, у тебя контейнер показывает, что он работает 5 минут, и сразу понимаешь, что что-то идет не так, и ты можешь лог-системой просто его мониторить. И калл-системой тоже его мониторить. Хотелось бы услышать такой кейс с какими-нибудь реверс-проксами. Был ли опыт там, ну, типа, Varnish или Nginx того же? Как вот это вот все, весь этот огород собирается на Кубернетс? Varnish, окей. Какое отношение Varnish имеет в данном случае? Не, ну там… Он просто отдельный сервис. Там же будет стэк целый, который там, типа, как оно все будет. Ну, да, запрос идет сначала, да, запрос идет сначала по порту идет сначала на Varnish, а потом просто с тем же сервисом, если у Varnish не будет ответ, он просто вызовет сервис, в котором находится твой application, и все, и получит уже ответ от твоего сервиса с application. Ну, то есть, а в Varnish он не будет там несколько инстансов Varnish одного создавать, ничего такого не будет? Нет смысла, нет смысла тебе несколько Varnish поднимать, в принципе, то есть, опять же, ты на момент деплоя… Вопрос скорее как правильно. В зависимости, опять же, от нагрузки на твой application, то есть, в принципе, на момент деплоя ты можешь прописать сразу несколько, допустим, инстансов Varnish. В таком случае ты будешь уверен, что они не просядут, и потому что бывают проблемы с перформансом и заватнешь. То есть, вместо того, чтобы помогать, он тебе, наоборот, будет очень долго отвечать и по тайм-ауту отваливаться, что как бы not good. Соответственно, лучше, опять же, это health, очень-очень, тут такой момент, что очень нужно правильно будет настраивать health check и очень хорошо обдумывать скейлинг каждого твоего сервиса. То есть, ты настраиваешь health check по твоему сервису, ты проверяешь его состояние, текущее состояние, а также можешь проверить тайминг ответа от него, то есть, какой-то мелкий запрос отправить, получить ответ. Если ты видишь, что ответ у тебя приходит через 150 миллисекунд, а должен был через 2 миллисекунды прийти, к примеру, ты автоматом понимаешь, что да, с ним что-то идет не так, и ты должен его увеличить. Спасибо. Может, тоже вопрос. Правильно, если я понял, что это заключение на рецептах в рецептах, то есть, получается, что правильно ли я понял, что если мы используем связку с реверс-прокси, то мы, по сути, имеем два слоя горизонтального скалабилити, то есть, грубо говоря, если у нас идет нагрузка сначала на тот же NGINs, он горизонтально у нас масштабируется, а далее так же самое горизонтально масштабируется уже то, что находится за NGINs. Да. То есть, сначала мы съедаем все по одному лейеру, по одному сервису, потом мы перекрасили у нас как бы ответ, то есть, мы съели все, мы идем дальше и смотрим, что у нас там дальше. У меня два вопроса. Первый из них… Греб же закончилось. Ну, блин. Надо хотя бы один. с таким подходом, как ты говоришь, если отваливается один контейнер, у нас как бы приложение еще в силе. А позволит ли нам при этом, например, деплоить без maintenance mode? Мы сможем с такой архитектурой? Почему нет? Отлично. А единственное, тебе в принципе maintenance mode, он тебе нужен для апдейтов. Апдейта коры. Вот если у тебя есть апдейт коры. Нет, ты не можешь. А ты не потому, что ты не можешь, потому что у тебя очень быстрый, то есть у тебя блогрин деплоймент. Ты не поэтому не можешь, а потому что в момент апдейта у тебя может отвалиться что-то в Москвеле. Если у тебя отвалится в МСКЛ, то ты уже ничего не сделаешь, кроме как rollback. И это как бы end-user. То есть в принципе мы приходим к тем старым идеям, почему мы ставим maintenance mode. Ну, теоретически, теоретически, в принципе, да, ты можешь поднять полностью отдельный end по полноценной вместе с сервисом, вместе с BD, вместе со всем. То есть сделать копию текущее состояние BDS, скопировать и полностью поднять готовый environment. И только после того, как ты прогнал все апдейты, все-все-все, убедиться, что она работает, грохнуть то, что было до этого и просто включить это. Переключить. Репликейшн. Реплик. Делай шлак. Лог. Лог. Можно повесить лог. То есть на момент, когда ты прогоняешь все апдейты, ты просто вешаешь лог на BD, на запись. И все. То есть у тебя получится, пока ты готовишь новый инстанс, ты не позволяешь никаким юзерам делать никаких запись в базу. Ну, в принципе, в целом, это как бы нормальная практика. То есть тебе в любом случае надо как бы юзера. Ну, тут два варианта. Или ты просто вешаешь полностью на весь сайт, что у тебя, извините, ребята, мы не работаем. Или ты ему даешь хотя бы 90% возможности твоего аппликейшн. То есть пускай, пока мы тут что-то обновляем, возьмите, посмотрите, какой-то другой продукт. Или еще чем-то его занять. То есть, в принципе, у тебя аппликейшн, то есть продукт, он доступен. Он доступен. Да, какой-то кусок функционала сейчас он available, но через там 5, 10, 15 секунд он будет доступен. Пожалуйста, делайте дальше. Вы не отрубайте все. Потому что, когда мы заходим и видим просто большую такую упс, ну, как бы это 21 век. А так просто маленькими кусочками отбиваем. И это меньший процент общего потока юзеров. Все равно не все юзеры, там не 100% юзеров конкретно в данный момент пойдут покупать продукт в Чикаву. Нет, то есть... Ну да, это уже улучшение перформанса. Ну, то есть, BigPype, по сути, та же самая. Это будет уже большой value, если мы хотя бы только чекаут выключим. Да, логика BigPype. Давайте мы грохнем performance, real performance аппликейшн, но при этом мы дадим end-юзеру хотя бы что-то. То есть, дайте вам кусок, а мы пока прогрузим все остальное. Ну, вы как бы жертвуете аппликейшн перформансом глобальным, да. Но при этом для end-юзера это все работает круто, классно и быстро. И второй коротенький вопрос. Если мы захотим сделать перформанс тесты для нашего аппликейшна, нам придется тогда менять вот это количество репликейшн, ставить, например, один-один максимум и все. Зачем? Ну, если мы хотим проверить на каких ну да, профилировать, например, наши приложения, то есть на каких бизнес-задачах у нас есть проседания, в каких точках, если у нас есть динамическое изменение. Да, в идеале в минимальных настройках вставляешь и в идеале в минимальных условиях его прогонять. Не в максимальных в данном случае, ну, опять же, от до. В минимальной что мы можем вытащить и в максимуме что мы можем вытащить. Ввиду того, что ты можешь жестко указать минимальное количество и максимальное количество, ты всегда эти значения можешь контролировать. Спасибо. Спасибо. Я не фотогигиеничен. Нормально там или там страшно все получилось? Да. Да. Давай на почту. Не вопрос. Могу прямо сейчас на почту. ППТХ. А я могу залить? Ну, давай. Куда залить? Ну, на облако. Ну, не, на облако. Да, я могу залить. Или сел.